Минувшие выходные стали по-настоящему жаркими и для кунгурского телевидения. Двадцатка добрых дел в честь юбилея нашей телекомпании продолжается. В городском парке прошли сразу две абсолютно разных акции. Благодаря нашей задумке оркестру «Геликон» на танцплощадке, как в старые добрые времена, вновь зазвучала живая музыка и закружили пары. Идею подали нам вы. Вы – наша самая благодарная зрительская аудитория. И неоднократно вы звонили нам в редакцию. И с сожалениями ностальгией вспоминали эти прекрасные времена, когда в городском парке звучал живой оркестр и полгорода собиралась на танцы. И я думаю, что вот старшее поколение легко может дать на танцполе фору молодежи. Сегодня мы это все будем, наверное, лицезреть. Я желаю вам отличного настроения. Зажигайте, веселитесь, радуйтесь, вспоминайте молодость. Всем удачи, ну а мы выбираем лучшую танцевальную пару. Как только зазвучали первые звуки музыки, танцпол стали заполнять пары. Движение – это жизнь, говорят, танцующая. Потому музыка помогает нам душой не стареть, не унывать и всегда держать себя в отличной форме. Ада и Валентин не расстаются с танцами вот уже 16 лет. Они с удовольствием вспоминают времена, когда в городском парке яблоку негде было упасть. Здесь была площадка большая, платная была 30 копеек, билет стоил. Не хватает этого сейчас? Конечно не хватает. Ну как, вот сейчас все закрылись, и мы остались одни. Помнят эти времена и участники оркестра «Геликон». Именно поэтому профессиональные музыканты и откликнулись поддержать нашу идею с танцевальным праздником. И даже те, кто в этот жаркий день просто зашел в городской парк и не стал участвовать в конкурсе, присел в тени, чтобы насладиться живым звучанием оркестра. В большинстве своем танцевали представительницы прекрасного пола. Это все потому, говорят участницы конкурса, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Много лет назад с ностальгией вспоминают женщины, именно на танцах соединялись сердца. Люди встречались и влюблялись на долгие годы. На вокзале у нас была танцоплощадка, и вот все, ходили туда. А танцоплощадка на летнем. Очень хорошая была. И сейчас стадион. А сейчас, конечно, там все нарушено, все испорчено. Да, у лесозаводов ходила. А как не то? Как? Конечно. Еще как? В молодости? Ну, конечно. Мы первый раз увиделись в жизни. И раньше, наверное, на танцоплощадке люди с них влюбились, влюблялись. Ну, а как же, а как же. Через ограду все залезали. После часового танцевального марафона пришло время подводить итоги. Выбрать победителя сегодня просто невозможно. Вы все от души танцевали на танцполе. Мы, вот молодежь, мы просто стояли и завидовали. Сколько же у вас энтузиазма, сколько у вас энергии. Мы решили поощрить всех, без исключения. В этом нам помогло отелье «Золотые ручки». Каждый танцующий получил купон на скидку. Главный приз от кафе «Три семерки», «Жарочный шкаф» достался супружеской паре самым рьяным поклонникам танцев. Еще одна супружеская пара обрела новый чайный сервиз, предоставленный отделом посуды на базе «Заря». Подарочный сертификат на 1 тысячу рублей от магазина «Орбита», три сертификата от отелье «Золотые ручки», подарок от агентства недвижимости «Наш город» и другие подарки разошлись героям танцплощадки. Подарочные сертификаты от компании «Фаворит» получили и музыканты оркестра. Наша телекомпания благодарит всех предпринимателей, которые откликнулись на нашу идею хотя бы на один день возвратить в городской парк звуки живого оркестра и подарить старшему поколению хорошее настроение. Еще одно доброе дело в копилке телекомпании. Евгения Пшеницына, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».